Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я вам покажу звездный дизайн ногтей, а также познакомлюсь с техникой нанесения бархатного песка и звездной пыли. Для создания дизайна буду использовать материалы торговой марки Impulse. Для начала подготавливаю ногти к нанесению гирилака. Как обычно делаю маникюр и с помощью мягкого бафика убираю глянец. Теперь необходимо обезжирить. Использую для этого специальное средство от марки Impulse с ароматом клубники. Данный аромат сохраняется на протяжении всей работы, поэтому будьте внимательны при выборе аромата. Мне клубника очень нравится, зато вот лимон мне показался не очень приятным запахом. Довольно навязчиво. Наношу базовое покрытие марки Impulse. Теперь у меня LED лампа. Сушу 1 минуту. Для ультрафиолетовых ламп потребуется 2. Теперь наношу цветной гирилак Impulse номер 17. Это бирюзовый оттенок. Во флаконе выглядит темнее, чем на ногтях, поэтому надо это иметь в виду. Мне очень понравилось, что у всех гирилаков Impulse тонкая и идеально ровная кисть на срезе. Довольно мягкая. Поэтому очень удобно вырисовывать ровную дугу у зоны кутикулы. Этот тон очень плотный, поэтому достаточно двух слоев. Сушим в лампе минуту. И кстати, возвращаясь к обсуждению блоги. Эта система гирилаков сохнет как в лампе, так и в LED. Хотя на этикетке указано только ультрафиолетовое. И на стойкость это никак не влияет. На большой указательный и средний палец наношу топ. Делаю это, чтобы больше к ним уже не возвращаться. Сушу в лампе 1 минуту. Снимаю липкость только с этих пальцев. А теперь я буду использовать звездную пыль. Звездная пыль представляет собой очень мелкие блестки. Они бывают разной плотности. Поэтому на это стоит обратить внимание. При использовании полупрозрачной пыли необходимо наносить гирилак в тон блесток. Либо очень светлый. Я же буду использовать плотные оттенки. Поэтому цвет подложки тут не играет роли. Звездную пыль я буду наносить методом втирки. Использую сразу несколько цветов. Наношу их на липкий слой с помощью веерной кисти. Теперь начинаю втирать. Можно использовать кисть. Но я делаю это пальцем. Так как мне кажется, так блестки ложатся намного ровнее и нет зернистости. По возможности убираю всю лишнюю пыль. Сушу в лампе 30 секунд, чтобы блестки получше прилипли. Перекрываю топом с липким слоем, прокрашивая весь ноготь и запечатывая торец. Для звездной пыли очень важно использовать топ с липким слоем, иначе в течение носки она может смыться. Если вы пользуетесь топом без липкости, то необходимо в любом случае звездную пыль перекрыть топом с липким слоем, а после нанести верхнее покрытие без липкого слоя. После нанесения топа на кисточке могут остаться блестки, поэтому очистите кисть об салфетку или бумагу. Дизайн дополняю рисунком с использованием бархатного песка. Бархатный песок это очень мелкие крупинки, шарообразной формы, бывают разного цвета. Для начала гель краской у меня от импульс снежно-белый. Делаю рисунок. Гель краской импульс обладает идеальной консистенцией и плотностью. У меня всего 4 цвета, но из остальных цвета я уверена, так как смогла их попробовать на бесплатных семинарах учебного центра марки. Наношу обычные, не выпуклые линии, главное ровные, потому как песок прилипнет по всей площади краски. Субтитры создавал DimaTorzok Наношу бархатный песок белого цвета, обильно посыпая, уделяя внимание всем местам краски. Аккуратно стряхиваю излишки. Сушу в лампе 2 минуты. Теперь жесткой щеткой стечаю всю пыль. Вообще для этой гель краски достаточно и 1 минуты в лед лампе, но при работе с песком я хочу быть уверена, что она полностью просохла. В завершении наношу увлажняющее масло от импульс с запахом клубники. Оно отлично увлажняет кутикулу и просто невероятно вкусно пахнет. Теперь оно одно из моих любимых. Вот такая красота у меня получилась. Ссылки на все материалы ищите в инфобоксе под видео. Если возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Все самое интересное и новое читайте в моем блоге ВКонтакте. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова